В поисках ведьмы, с которой у Цири случилась размолвка, Геральт встретил старую знакомую Кейру Мец. Чародейка рассказала ведьмаку о таинственном маге, в убежище которого могла скрываться Цирь. Ведьмак отправился туда в компании Кейру. Цири так и не попала к эльпскому чародею. Зато туда добралась дикая охота, которая все еще опережала Геральт. Когда казалось, что все пропало, Кейру навела ведьмака на новый след. Она рассказала ему о ведьмах с кривоуховых Тоби. Продолжение следует... 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 Согласен. Согласен. Вы только пары кров. Убивайте! Боги! Убивайте! Вы чего тут потеряли? Что вы дает на ногах? У basketball и собранник. Убивайте. Убивайте. Убивайте! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают... 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 Продолжение следует... 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 Думаю, если бы ты им все рассказал, они бы все равно тебя не выпустили... Я еще не поблагодарила тебя за помощь, Вадгерн. Деньги мои спрятаны в выдолбленном пне за домом. Прошу тебя, возьми оттуда, что хочешь. В эти времена опасно владеть слишком многим. Спасибо, прощай. Продолжение следует... Пошла. Пошла. Продолжение следует... Скотина! Продолжение следует... 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 Все ко мне! Сюда! Да. Крутой выискался. Я ищу Тамару, дочь кровавого обороны Извелина. Твой брат сказал, она здесь. Так вас Милсдарь в Войцех прислал? Иначе как бы я тебя отыскал? Погодите, Милсдарь. Я ее сейчас приведу. Ты меня спрашиваешь? Кто ты? Тебя отец прислал? Я хотел убедиться, что ты жива и с тобой все в порядке. Меня зовут Геральт из Ривии. У меня все замечательно, Геральт из Ривии. Так как никогда прежде не бывало в моей несчастной жизни. Теперь, когда ты это узнал, прощай. Подожди. Нам не о чем разговаривать. У тебя есть полное право злиться на отца, но он беспокоится о тебе. Полное право? О, большое спасибо. Как это ценно, получить одобрение наемника. Мой отец беспокоится лишь о том, есть ли у него чем набраться. Ты права. Твой отец дрянной человек. Я рада, что в этом мы согласны. Только зачем ты ему тогда помогаешь? Потому что у него есть сведения о том, кто мне очень близок. Он обещал мне все рассказать, если я найду тебя и твою мать. Понимаю. Это кишантаж. Вполне в его стиле. В любом случае, ты нашел меня. Можешь ему передать, что я жива и что я никогда не вернусь. Прежде чем я согласился тебя искать, барон рассказал мне вашу историю так, как ее видит он. А что расскажешь ты? Моя история скучна, как жизнь на болотах. Мое первое детское воспоминание. Пьяный отец лежит под лестницей, облепленный грязью и сжимает в руках бутылку. Примерно так же прошла еще дюжина лет. Отец пил беспробудно, пропадал месяцами. Потом возвращался и закатывал такие скандалы, что только мебель летала. Как же я радовалась каждый раз, когда он собирался на войну. Помню, как он орал на маму. Бил ее аж до хруста. Она плакала. Я тогда пряталась под кровать и ждала тишины. Вот и вся история. Помножь это на 19 лет, выйдет моя жизнь. В конце концов, чаша терпения переполнилась, и мы убежали. Войцик говорит, у твоей матери на руках были странные знаки. И что чудовище утащило ее в лес. Это правда? Мы ехали к реке. Вдруг мама вскрикнула. Скорчилась, чуть с коня не упала. Я подъехала ближе и увидела, как что-то происходит с ее руками. Они будто пылали. И тогда из леса выскочило это существо. Не знаю, что это было, но зарычало оно так, что у меня кровь пошла из носа. И я видела, как оно выворачивает деревья. Я в жизни так не боялась. Оно схватило маму и исчезло в лесу. Я хотела поехать за ними, но кони понесли. Теперь я даже не знаю, жива ли она. Я бы не хотела об этом говорить, но я знаю, что твоя мать потеряла ребенка. Из-за него. Он толкнул ее, а она упала. Тогда все и началось. Мы были одни. Помощи ждать неоткуда, всюду кровь. Это была самая страшная ночь в моей жизни. Тяжело вам обеим пришлось. Мама была в шоке. Несла вздор, мол, все хорошо, что она не хотела этого ребенка. У нее, наверное, жар был, а кровь из нее лилась ручьем. Она не хотела ребенка? Она говорила, что скорее вспорит себе живот, чем родит ребенка от его семени. Что ты собираешься делать? Разыщу маму. Знаешь, что это может быть непросто? Я не настолько отчаянная, чтобы думать, что справлюсь сама. Но у меня есть новые друзья. Могущественные друзья, и они мне помогут. Что за новые друзья, если это, конечно, не тайна? Никакая это не тайна. Через церковь Вечного Огня я вышла на охотников за чародейками. Это справедливые и отважные люди, и они мне помогут. Так вот, откуда эти светильники в твоей комнате? Ты увлеклась Вечным Огнем? Когда жар пламени Вечного Огня разжигает твое сердце, пламя до конца жизни ведет себя дорогой правды и прибавляется. Желаю, чтобы и ты когда-нибудь удостоился этой чести. Спасибо. Когда я был маленький, меня учили не играть с Огнем. Обжечься можно. А что будет с твоим отцом? Он меня не интересует. Я не вернусь к нему. Эта часть моей жизни осталась позади. Я не думал, что барон дойдет до того, чтобы нанять убийцу чудовища. Хотя, кажется, вы прекрасные следопыты. Рад, что ты знаешь, кто я. А сам ты не представился. Граден. Охотник за чародейками. На службе его королевского величества Родавида Реданского. Ты, должно быть, слышал о нас. Мне все уши прожужжали. Если Кравовый Барон прислал тебя за дочерью, лучше сразу смирись. В этот раз ты задания не выполнишь. Благодарю за заботу, но о моих заданиях беспокоиться не надо. Что до Тамары, она сама решит, что делать. Это благородно с твоей стороны. Отказаться от платы ради блага человека. Охотники и церковь Вечного Огня благодарны тебе. А все-таки интересно, что Барон нанял для поиска в дочери именно Ведьмака. Отчаявшийся отец способен на многое, чтобы найти свою дочь. И это говорит Ведьмак. А говорят, мутации лишают вас человечности и отнимают чувства. Многие лишены человечности и без мутаций. Куда вы едете? Тамара должна отдохнуть. Ей через многое пришлось пройти. Когда тепло Вечного Огня восстановит ее силы, мы приступим к поискам ее матери. Надеюсь, ты понимаешь, во что ввязываешься. Никогда ни в чем не была более уверена. Вечный Огонь лучшее, что могло встретиться мне в жизни. В таком случае остается пожелать тебе удачи. Спасибо, что ты оставил мне выбор. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok. Такие, как ты, только болезни разносят, паражитизм и дезертерию. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok 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 DimaTorzok